Колодцы заполнены почти до верха. Вот-вот нечистоты начнут растекаться по двору, говорят жители. Фекалии уже затопили подвал. Из-за этого в подъездах стоит неприятный запах, который захватывает и квартиры. Подъезд весь сырой, покрытый грибком, конденсатом. Дети в подъезде у нас и взрослые болеют. У нас есть астматики, у нас есть аллергики. На каждом этаже по ребенку живет, по несколько детей. Дети часто болеют. Ходить по подъезду невозможно, потому что запах канализации очень сильный. Окошки у нас открыты круглый год. Они не закрываются. В квартирах запах канализации. С подобной проблемой, говорят жильцы, сталкиваются чуть ли не каждый месяц. Но решить ее кардинально коммунальные службы по каким-то причинам не могут. В общем, уже очень много лет, это прям вот, наверное, больше 10 лет эта проблема и никак не решается. Может быть, проблема эта решалась, может быть, на месяц, на два, но все опять возобновлялось. Вот теперь я написала уже в прокуратуру. Мы коллективную жалобу написали. До сих пор жильцы нескольких домов остаются без отопления. Включить его не могут все по той же причине. Цепловые пункты затоплены, а откачивать нечистоты никто не берется. Управляющая компания, которая должна обслуживать дом, снимает с себя всю ответственность. Управляющая компания говорит, что это квартальный засор. Мы ничего сделать не можем. Заявку в водоканал передали. Водоканал неделями едет до нашего дома, чтобы прочистить квартальные засоры. В данный момент, сегодня уже 30 сентября, колодцы стоят на подпоре, водоканалы не было. И все канализационные стоки текут к нам в подвал. Из-за этого слесари не могут спуститься в подвал и подать отопление в квартиры. Потому что у нас некоторые стояки в данный момент холодные. В квартирах холодно. Приезжает ПТС, значит, тепловики приезжают. Говорят, что теплопункты затоплены канализацией, мы прочищать не будем, откачивать. СКС приезжает, говорит, что теплопункты это не наша специализация, мы тоже откачивать не будем. Люди надеются, что на них все же обратят внимание и проблему устранят в ближайшее время. Взять вопрос на контроль настоятельно просят районную администрацию. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ.